Добро пожаловать на канал Аудиоисторик. Просим вас не забывать ставить лайки и оставлять свои комментарии, это очень помогает продвижению канала. Всем спасибо и приятного прослушивания. Василий Веретенников. История тайной канцелярии Петровского времени. Серия История, география, этнография. Анотация. Книга Василия Веретенникова, первые вышедшие в 1910 году, основополагающие исследования по истории тайной канцелярии Петра I. Автор с привлечением богатейшего архивного материала рассказывает о том, что предшествовало тайной канцелярии и как она возникла, чем она занималась и каково было ее внутреннее устройство, кто ею руководил, как принимались решения, откуда появлялись рядовые исполнители, какое участие во всем этом принимал царь. И почему упраздненная, по сути, еще при жизни Петра, тайная канцелярия, тем не менее, вскоре возродилась и сыграла важнейшую роль в становлении государственного строя Российской империи. Эта книга проливает свет не только на деятельность конкретного учреждения, которое занималось сыском и, прежде всего, сыском политическим. Она позволяет глубже понять многие события русской истории не только XVIII, но и последующих веков. Василий Иванович Веретенников, 1880-1942 годы, архивист, доктор исторических наук, профессор, специалист по истории России XVIII века. Содержание. Предисловие. Глава первая. К истории слова и дела до учреждения тайной канцелярии. Глава вторая. Очерк истории майорских разыскных канцелярий Петровского времени. Глава третья. Происхождение тайной канцелярии. Глава четвертая. Обзор материалов, относящихся к истории тайной канцелярии. Глава пятая. Император и тайная канцелярия. Глава шестая. Министры тайной канцелярии. Глава седьмая. Роль тайной канцелярии как учреждения. Глава восьмая. Внутренний строй тайной канцелярии. Глава девятая. Последнее время существования тайной канцелярии и ее упразднение. Глава десятая. Переходное время и возрождение тайной канцелярии. Заключение. Конец содержания. Предисловие. 18 век один из наиболее интересных и полных содержания моментов в истории России. В этот век совершился тот перелом в строе государственном, который поставил в итоге на иной путь все дальнейшее движение русского исторического процесса. Однако до последнего времени история 18 столетия оставалась почти неразработанной, даже в отдельных ее частях. И только в последние 15-20 лет произведено было несколько крупных исследований. Обилие материала, недостаточная его выясненность и разработанность, трудность доступа ко многим очень важным частям его — вот некоторые главнейшие причины, тормозившие у нас изучение истории. Очередной задачей в изучении 18 века, говорю, конечно, о задаче, доступной силам отдельного исследователя, является точное изучение частных отдельных моментов этой истории. Стремясь по мере скромных сил своих ответить этой задачи. Я и принялся за предлагаемое исследование. Тема его ограничена, она обнимает только частный эпизод Петровского царствования, но я постарался приложить все усилия, чтобы построить свое исследование на возможно тщательном изучении архивного материала. Не могу отказать себе в глубокой потребности выразить мою сердечную благодарность Александру Сергеевичу Лапо-Данилевскому, моему учителю, предварительной школе которого я обязан тем положительным в научном смысле, что найдется в предлагаемой работе. Примечание. Александр Сергеевич Лапо-Данилевский, 1863-1919 годы, историк, один из основоположников методологии исторической науки в России, ординарный академик Санкт-Петербургской Академии наук, 1905 год. Конец примечания. В заключении позволю себе выразить мою искреннюю признательность Сергею Михайловичу Горяинову за его доброе, бывшее для меня столь ценным отношение к моей работе, а также Андрею Андреевичу Привалову за его участливое внимание и помощь в моих архивных изысканиях. Примечание. Сергей Михайлович Горяинов, 1844-1918 годы, историк, автор работ по истории дипломатии. Конец примечания. Приношу свою благодарность Эрнесту Львовичу Радлову и Николаю Дмитриевичу Чичулину, радушно приютившим часть этого моего исследования на страницах журнала Министерства народного просвещения. Не могу тут же не засвидетельствовать своего глубокого уважения к памяти безвременно скончавшегося Николая Павловича Павлова-Сильванского за ту поддержку и доброжелательные отношения, которые я у него неизменно встречал во время своей работы. Глава первая. К истории слова и дела до учреждения тайной канцелярии. Первое. Выражения «слово и дело», «государево слово», «государево слово и дело», «государево дело» становятся известными, получая определенное значение в правительственной практике на Московской Руси уже в начале XVII века. До этого времени, если не ошибаемся, указаний на эти выражения не существует. А законодательные памятники до XVII столетия совершенно не знают ничего даже близкого по значению к этим выражениям и с ними связанным процессом. Не входит в нашу задачу углубляться в вопрос о происхождении и постепенном формировании этих выражений. Мы позволим себе начать с того момента, когда выражения эти вошли в нормальный обиход правительственной практики, то есть с начала XVII века, от какого времени до нас дошли первые дела по слову и делу. Отнюдь не имея в виду обозреть даже главнейший к этому относящийся материал, архивный и печатный, мы стремились в этой главе на основании некоторых данных сделать те выводы, которые бы помогли нам в дальнейшем точнее и правильнее осветить происхождение тайной канцелярии Петровского времени. Имея в виду исключительно такую цель, остановимся сначала на некоторых материалах из наиболее ранней нам известной правительственной практики по слову и делу. В 1621-7130 году лебедянские воеводы Михни в грамоте на имя царя Михаила Федоровича пишут, что пришед в город в съезжую избу, голова стрелецкий казачий Еремей Толпыгин извещал государь мне, холопу твоему, на одного казака, что тот при наказании его батагами кричал пощадиде, тут место в подлиннике испорченное, для нашего государя царя Дмитрия. Примечание 7130 год по византийскому календарю, который вел начало лет исчисления от сотворения мира, происшедшего в 5509 году до н.э. Конец примечания Поэтому из вето воевода немедленно приказал привезти казака в съезжую избу и спросил его очи на очи об его таких словах, но казак в такове слове заперся. Посадив все-таки обвиняемого в тюрьму, воевод окончает грамоту просьбы указать, что ему делать далее. В ответ на это следует указ, которым повелевается воеводе допросить казака еще раз, собрать показания свидетелей и даже привезти обвиняемого к пытке в застенок, но не пытать и все следствие прислать в Москву. Дальнейшее дело производства по этому делу не сохранилось. Тут, однако, мы имеем дело с изветом, форма которого, к сожалению, остается для нас неясной, но вот уже прямое точное указание и на самую форму. В 1622-7131 году воевода города Переяславля пишет в отписке на имя царя, «Что сказывал мне, холопу твоему, в съезжей избе, сын Боярской, Малыгин, твое государево дело на поместного казака, что говорил он на беседе неподобное слово, воевода с приставом при этой грамоте посылает в Москву и обвинителя, и обвиняемого». По получении в Москве этой отписки и колодников при ней, в разряде думные дьяки подробно допрашивают присланных. Примечание. Разрядный приказ, государственные учреждения, орган военного управления в русском царстве в XVI-XVII веках, ведавшее служилыми людьми, военным управлением, а также южными и восточными пограничными городами. Конец примечания. По словам доносителя, во время ссоры на одном перу казак сказал, «Я де царю горло перережу». Обвиняемый на допросе не признавался, утверждая, что он не такие слова говорил. Распросные речи обвиняемого и обвинителя были тщательно записаны, дальнейшего делопроизводства в столбцах не имеется. В 1625-7134 году ростовец некто Богданов бьет челом царю, что его ростовские воеводы держат в тюрьме по оговору в государе Веделе. По этой челобитной в разряд был сделан экстракт о деле Богданова, из которого видно, что ростовский откупщик Данилов Богданов извещал воевода в съезжей избе, что Богданов говорил про государя непригожие речи. Вследствие такого доноса воевода допросил свидетелей с очи на очи, которые и подтвердили обвинение. Тогда воевода обо всем доносят до государевого указа в Москву, препровождая туда и все распросные речи. В ответ на это из Москвы последовал указ виновного. Выняв из тюрьмы, бить по торгам кнутьем нещадно, чтобы на то, смотря иным, неповадно было вперед так воровать. А бив кнутьем, велено его посадить в тюрьму до государевого указа. Воевода, все исполнив, донес об этом в Москву. В 1627-7136 году черный поп Мартирий сказал за собой государево дело, и монастырскими властями был отослан в Казань к воеводе, где в съезжей избе письменно изложил это государево дело. То есть донес на некоего стрельца Осипко, который при многих свидетелях говорил, что где государь Михаил Федорович упросил бояр сроку на семь недель от государства, а выходил, где государь того упрашивать у бояр налобное место, и что где патриарх государю не отец. Этот извет был немедленно доведен до сведения Москвы, откуда последовало по царской грамоте повеление всех свидетелей и обвиняемого прислать в Москву, что и было исполнено. В Москве перед боярином князем Ивбор Черкасским и думным диаком Ф. Лихачевым были допрашиваемы все присланные воеводы по этому делу, конца этого дела не сохранилось. Примечание. Иван Борисович Черкасский около 1580-1642 годы государственный деятель ведал стрелецкий приказ и связанные с ним приказы иноземские, рейтарские и аптекарские, казенного двора и большой казны. С 1624 года до самой смерти с перерывом в 1638 году, то есть, по сути, был главой правительства при царе Михаиле Федоровиче. Федор Федорович Лихачев умер в 1653 году, государственный деятель, думный диак с 1622 года и думный дворянин с 1644 года. Конец примечаний. В 1630-7139 году возникло дело по обвинению князя Дмитрия Пожарского, сковского воевода и его товарища князя Гагарина, во многих преступлениях по службе. Причем было предъявлено два обвинения в виде вопросов. В 138 году святогорского монастыря, черный диакон святогорского же монастыря, на Келларе в съезжей избе государево дело извещал. И какое государево дело извещал? Видимо, вина состояла в том, что воевода скрыл этот факт и не донес об этом обычным порядком, что и вызывало у следователей стремление узнать, какое это было государево дело. Второе обвинение, предъявленное Пожарскому, формулировалось так. И князь Дмитриев, человек Пожарского, во Пскове в съезжей избе кричал ли, и государево дело за собой сказывал ли, и князь Данила Гагарин вышед из комнаты того ж княж Дмитриева человека по щекам бил ли, и ко князю Дмитрию на двор его отсылал ли. Таким образом, Пожарский и Гагарин обвинялись еще в том, что когда человек Пожарского сказал за собой государево дело, то он и Гагарин старались это замять, вместо того, чтобы дать делу надлежащий ход. При обыске так и не выясняется, что это были за дело государева и слово государева. Примечание. Дмитрий Петрович Пожарский по прозвищу Лопата умер в 1641 году, военный и государственный деятель, князь. Дело, о котором пишет автор, судя по всему, закончилось для Пожарского благополучно, так как он остался в числе ближних царевых дворян. Конец примечания. В 1636-7145 году воевода Судаков извещает царя из Белгорода, что когда он проезжал мимо тюрьмы, то тюремный сиделец Трошко сказал «твое государево великое слово», но какое именно он не сказал, скажет, где он на Москве. На эту воеводскую отписку последовал из разряда указ, где написано, между прочим, «ты б тюремного сидельца Трошко взял к себе в съезжую избу и спросил, какое за ним наше дело, и он бы то дело написал свою рукою, а будь он грамоти не умеет, и ты б тому нашему делу взял у него письмо за рукой отца его духовного, а будь и у него отца духовного нет, и ты б его расспросил на один, какое за ним наше дело, а что бы он Трошко про наше дело тебе скажет, и ты б то наше дело велел записать под ячьему доброму, а будет Трошко про наше дело не скажет, и ты б его велел пытать, какое за ним наше дело, а что Трошко про наше дело тебе скажет, и ты б о том к нам отписал и расспросные, и пыточные речи прислал, а его Трошко велел бы держать в тюрьме». Прежде всего следует заметить, что в приведенных примерах Все дела по слову и делу в царствовании Михаила Федоровича сосредоточивались в разряде как высшей инстанции, имея своим началом изветы частных лиц воеводам в съезжих избах. Это дает право считать, что разряд находился в числе учреждений, ведавших преступления слова и дела, причем в большинстве случаев он являлся высшей инстанцией, ставящей по указам приговоры. Следование же и розыск редко входили в сферу его деятельности. Нетрудно по изложенным примерам проследить обычное дело производственный порядок дел слова и дела, когда они попадали в разряд. Всякое дело начинается исключительно изветом со стороны какого-либо частного лица о знании им слова или дела государева. Извет этот делался воеводе в приказной избе. Воевода обычно снимал допрос с обвинителя, обвиняемого и свидетелей, и, подвергнув кого считал необходимым тюремному заключению, обо всем подробно доносил в разряд, адресуя отписку на государевое имя и просил указа. В ответ обычно из разряда требовали дополнительных допросных, а иногда и пыточных, то есть повелевалось воеводе обвиняемых пытать речей, на основании которых обычно разряд выносил приговор. Впрочем, иногда первые допросные речи и колодники с ними отсылались воеводой в разряд, где и производился окончательный розыск, выносился и приводился в исполнение приговор, но этот порядок, видимо, встречался реже. Ныне столбцы разряда, хранящиеся в Московском архиве юстиции, дают даже в описаниях достаточно определенную картину деятельности разряда. Воинское дело, безусловно, составляло один из главнейших отделов ведения разряда, но не менее существенным отделом были воеводы и все воеводское правление, которое обнимало собой в сильной степени то, что ныне относит к сфере внутреннего управления. В том числе и вся полиция, в самом широком смысле этого слова, была в руках воевод и разряда, как высшие инстанции. В силу этого, видимо, воеводы и с ними разряд ведали дела по слову и делу. То есть разряд ведал эти дела постольку, поскольку он ведал вообще полицию. Являлся ли разряд во время Михаила Федоровича исключительным учреждением, где только и разбирались дела, слова и дела? Нам не удалось найти прямых данных для ответа на этот вопрос, но, кажется, в результате рассмотрения некоторых дел, относящихся к первым годам царствования Алексея Михайловича, можно с большой вероятностью ответить отрицательно. Очевидно, что выражение государева слова и дела в его позднейшем значении было известно в обычной практике уже в начале 20-х годов 17-го столетия. А это заставляет сделать предположение, что образование такого выражения и всего с ним связанного должно было иметь место еще ранее, еще, возможно, при Рюриковой династии. Во всяком случае, можно утверждать, что с самого начала 17-го века слово и дело являлось уже известно в административной практике выражением. Таким образом, в начале 17-го века уже были известны преступления, связанные с оскорблением верховной власти и стремлением к ее умолению. Эти преступления раскрывались путем доносов, бывших как бы обязательными, причем эти доносы носили специальные названия «изветов по государеву делу» или «слову». Такое название, быть может, обозначало отношение доноса непосредственно к особи царя. Следствие велось обычно воеводами, которые немедленно доносили обо всем ими найденном в Москву, где дела эти ведались в разряде, вероятно, и в других приказах, так как никакого особого учреждения для их ведения, видимо, не существовало. Позволим себе остановиться еще немного на двух характерных деталях процессов послова и делу в первой половине 17-го века, то есть в царствовании Михаила Федоровича. В делах самых ранних, смотрите, дело 1625 года, встречаются краткие указания, что воеводы допрашивали виновных очи на очи или на один. Эти беглые замечания определенно указывают, что уже в то время в правительственной практике существовало желание вести подобного рода дела скрытно, окружать их особой тайной. Ответить на вопрос, чем вызывалось такое стремление, к сожалению, мы не можем, за неимением данных, но можно даже думать, что так шло и через весь 17-й век. Вместе с тем, можно отметить, что самый процесс дел послова и делу в начале 17-го столетия не являлся в основных своих чертах совершенно установленным. Это можно заключить косвенно из приведенной нами выше в отрывках грамоты по делу 1636 года. В этой грамоте воеводе излагается порядок, в котором он должен вести дело. Значит, считали нужным излагать его подробно для отдельного случая. С 1645 года начинается царствование Алексея Михайловича. До уложения в самом начале этого царствования никаких изменений в понимании и способах преследования преступления послову и делу сравнительно с предыдущим временем не происходит. Примечание. Соборное уложение 1649 года, уложение Алексея Михайловича, свод законов русского государства, регулирующих различные области жизни. Конец примечания. В 1644-7153 году тюремный сиделец в Кашине Тимошка Антипин сказал за собой государево дело воеводе Лазареву, который и послал этого Тимошку к Москве в разряд. А слышал этот Тимошка, как сидевший с ним в тюрьме некий хрисанку, сказал за собой государево слово. Воеводы пишут, что этот хрисанку сумасшедший, простоумный и сказал за собой слово просто в отступлении ума своего. В разряде перед боярами Ивва с Морозовым, Мих-Мих Салтыковым и князе Пет-Фет-Волконским, этот Тимошка ответил, что скажет он то государево дело государю самому, когда царь вернется из похода. Примечания. Михаил Михайлович Салтыков умер в 1671 году, государственный деятель, двоюродный брат царя Михаила Федоровича, окольничий, 1635 год, боярин, 1641 год, воевода. Петр Федорович Волконский умер в 1649 году, государственный и военный деятель, князь, стольник, воевода, окольничий и боярин. Конец примечания. Однако бояре требовали, угрожая пыткой, чтобы Тимошка все рассказал им. Тогда Тимошка заявил, что в Кашинской тюрьме Хрисанко ему говорил, что за ним есть государево великое дело, а какое, того ему Тимошки не сказал. Тут же был назван и ряд свидетелей. Бояре все допытывались с пристрастием, что за государево дело говорил за собой Хрисанко, однако Тимошка ничего не мог сказать, так как сам не знал. Тогда в Кашин был послан пристав разряда для взятия Хрисанки с одним свидетелем и привоза их в Москву, в разряд. По доставлению Хрисанки в разряд, бояре его расспрашивали, какое за ним есть государево слово. Хрисанко отвечал, что болен он подучью болезнью, и поэтому бывает воиступление ума своего, почему его и держали в тюрьме, и никакого слова государево за ним нет. Ему сделали очную ставку с обвинителем, который продолжал давать старые показания. Хрисанко, не отвергая возможности совершения преступления, говорил только, что он того не упомнит, потому что он болен подучью болезнью. Свидетель Артюшка подтвердил, с одной стороны, показания обвинителя, что Хрисанко действительно говорил за собой государево слово, а какое того не говорил, но в то же время констатировал его болезненное тогдашнее состояние, однако с оговоркой, что в целом ли уме или выступлении ума, сказал Хрисанко за собой слово, того он Артюшка не ведает. Обвиняемый же стоял на том, что был болен и ничего не упомнит. Дело кончилось тем, что по государево указу Хрисанке ученено наказание в разряде, бить батаги. В октябре 1645 года, в вечеру, в приказ Большого дворца, где сидели трое подьячих, Матякин, Иван Прохоров да Иван Терапов, пришел к столу старец-колодник и начал говорить непристойные слова, что, мол, дед царь Алексей Михайлович не прямой царевич, а рожден от стенной девушки. Услышав такие слова, Матякин, бывший дневальным, хотел сейчас же о них известить приказного диака. Но было уже темно, и он идти побоялся, а на следующий день такие слова побежал известить в село Коломенское государю и подал обо всем этом челобитную, вследствие которой указал государь-царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси про то расспросить и подлинно сыскать своим государевым бояром Борису Ивановичу Морозову да князю Алексею Михайловичу Львову да думному диаку Григорию Львову. Примечание. Борис Иванович Морозов, 1590-1661 годы, боярен, воспитатель царя Алексея Михайловича, один из крупнейших землевладельцев своего времени. Алексей Михайлович Львов, 1580-1653 годы, государственный деятель и дипломат, князь, в 1627-1647 годах возглавлял приказ Большого дворца. Конец примечаний. И того же дни бояре про то расспрашивали и сыскивали. По показанию одного из присутствовавших подьячих, чернец говорил, прямого корень не был царевич, князь Иван Михайлович, а князь Алексей Михайлович не прямой, подменной, знаем мы, где такие подмены. На вопрос бояра, откуда это слышал обвиняемый, этот последний, не запираясь, говорил, что все это явлено ему от Андрея Критского, а также это слышал он от жены своей и баб своего села Алексина. Примечания. Андрей Критский или Андрей Иерусалимский, около 660-740 годы, известный христианский теолог и проповедник, канонизирован православной церковью. Конец примечания. Бояр, видимо, очень интересовал вопрос, откуда чернец такие затейные воровские речи взял, и они пугали его тем, что быть ему пытану и огнем жену, конца этого дела мы не имеем, вероятно, он утрачен. В 1646 году, 7155, чернец Кириллова монастыря Никодим сделал извед на неких монахов, что они говорили про великого государя и про бояр многие непристойные речи. К сожалению, не видно, что это были за речи. И те чернецы в тех непристойных речах своих на Москве в приказе сыскных дел перед боярином, перед Григорием Гавриловичем Пушкиным, да пред дьяком Ларионовым, винились. И довелись было смертные казни, но, для иноческого образа, помилованы и отосланы были в монастырь на смирение. Все это мы узнаем из грамоты царской в Кириллов монастырь от 23 января 7155 года. В 1647 году, июля в 11 день, на государеве Стану в селе Коломенском, в приказе Большого дворца, боярину и дворецкому князю Алексею Михайловичу Львову, да дьяку Давыду Дерябину, села Коломенского приказный человек Иван Олешнев, извещал, что в селе Коломенском живет крестьянин Данилов, который ведет сношение с разными таинственными людьми, которые по него приезжают. Этого Данилова сыскали и расспрашивали. В расспросе перед боярином, князем Львовым, да перед дьяком Дерябином винился, а сказал, что он с женой ведовством, шептанием и чародейством лечил людей и выгоняли из скота дьявола. Были Данилов с женой расспрошены в приказе сыскных дел перед князем Алекс Никит Трубецким, да Пушкиным, да перед Думным дьяком. В деле был очень замешан Семен Стришнев, на которого указывали как на покровителя всех этих волшебств. Примечания. Алексей Никитич Трубецкой, около 1600-1680-й годы, государственный и военный деятель, дипломат, ближний боярин, крестный отец царевича Петра, будущего царя Петра I. В конце жизни принял монашеский постриг. Борис Иванович Пушкин, около 1590-1659 годы, дипломат, государственный деятель, в 1646-1648 годах, глава разбойного приказа. Степан Семен Лукьянович Стришнев, умер в 1666 году, государственный и военный деятель, боярин, дядя царя Алексея Михайловича. Обвинение в волшебстве стоило ему четырехлетней опалы. После прощения в 1651 году вновь вошел в ближний круг царя. Конец примечаний. В результате Стришнев обвинен в том, что государева здоровья не остерегал, и государю про таких злых ведунов не известил, и сам с ними знался многие годы. В 1648 году воевода Ив Квашнин извещает разряд по новгородскому столу о доносе, что сказывал за собой «твое государево слово» тюремный сиделец Оська Харитонов. И воевода велел этого Оську поставить перед собой и спрашивал у него, что это за слово и дело. Но Оська отвечать отказался, заявив, что скажет, где он то «твое государево слово» на Москве, кому ты, государь, укажешь. Донося обо всем этом, воевода просит указа, как ему поступать далее. Дальнейшего производства этого дела в столбцах не имеется. Подводя итог всем вышеизложенным данным за время первых лет царствования Алексея Михайловича, нетрудно видеть, что все оставалось совершенно в таком же положении, в каком оно сформировалось в предыдущие царствования. Необходимо только дополнить, что выясняется с достаточным вероятием отсутствие в первой половине XVII века каких-либо или какого-либо одного особого, исключительного или специального учреждения, ведавшего дела по слову и делу. Несомненно, дела такого рода попадали в разные московские приказы, где и вершились. По недостатку материала трудно только понять, почему однородные дела попадали в разные учреждения. Возможно, что тут действовал принцип ведения по месту и человеку, а не по роду дела. Надо также отметить, что все приказы как будто ведали дела по слову и делу с одинаковой и полной компетенцией. По крайней мере, мы можем это сказать о разряде, приказе сыстных дел и приказе Большого Дворца, учреждениях, крайне разнородных по предметам своего прямого ведения. Второе. Выражение слова и дела и ему подобное мы не встречаем в уложении царя Алексея Михайловича. Но встречающиеся во второй главе уложения термин «извет» есть не что иное, как общее обозначение понятий, заключающихся в выражениях слова и дела, государева слова, государева дела, государева слова и дела. На это указывает, как увидим далее, практика в применении этой главы, начащий заглавие «О государской чести и как его государское здоровье оберегать». В первой ее статье говорится об умышлении на государское здоровье злого дела, то есть о покушении на жизнь и здравие государя. Во второй статье речь идет об умышлении государством завладеть и государем быть. И в конце говорится о государственной измене, которой дальше посвящены статье с третьей по одиннадцатую включительно. Далее до конца идут статьи процессуального характера. Таким образом, вторая глава рассматривает следующие роды преступлений. Первый. Государственную измену. Статья из третьей по одиннадцатую. Второй. Покушение на жизнь и здравие государя. Статья первая. Третий. Покушение на власть державы царского величества. Каковое покушение понимается сообразно времени в прямом смысле, как желание московским государством завладеть и государем быть. Статья вторая. Кроме того, сюда же вводится четвертое преступление приходить грабить и побивать самовольством, скопом и заговором к царскому величеству и на его государевых бояр и окольничьих, и на думных, и на ближних людей, и в городах, и в полках на воевод, и на приказных людей. Статья двадцать первая. Статьями девятнадцатой и двадцать первой устанавливается обязанность каждого извещать власть обо всяком ведомом злом умысле, заговоре и прочем за неисполнение этого требования грозит смертная казнь без всякой пощады. Этот извед должен быть произведен государю-царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Руси, или его государевым боярам и ближним людям, или в городах воеводам и приказным людям. Восемнадцатая статья. Если того, на кого извещают, на лицо не оказывается, то его разыскивают. Потом делают ответчику и доносителю очную ставку и должны при том «сыскивайте всякими сыски накрепко и по сыску указ учините». Статья шестнадцатая. Таким образом, всякое дело против преступления такого рода должно начинаться по изведу, доносу. Других путей не оговорено. Этот извед является обязанностью каждого. За неисполнение этой обязанности грозила смертная казнь без пощады. В какие бы руки донос не попал, закон обязывает отыскать немедленно ответчика, сделать точную ставку и произвести самое тщательное следствие. При этом, конечно, должны были применяться обычные приемы, пытки и прочее, так как не оговаривается характер сыска, а только квалифицируется его степень накрепко. По окончании следствия, после получения известных результатов, сообразно им и нормам уложения, должно быть постановлено решение, учинен указ. Из всего этого ясно видно, что вторая глава уложения является только фиксированием, довольно точно в законодательном порядке, того, что в практике, как мы видели, установилось довольно прочно гораздо ранее. Уложение ничего нового не внесло в формы производства дел по изведам, а слове и деле государевам, и только в самых общих чертах закрепило уже ранее существовавший в практике порядок. Обратимся же теперь к вопросу, как фиксированные уложением нормы действовали на деле, и не внесла ли в них дальнейшая практика чего-либо нового. В 1650-7159 году от царя и великого князя Псковскому воеводе Львову была послана грамота, в которой говорилось. «Писали к нам, ты, воевода, да диак, что Гришка Тресисоломен говорил про царицу нашу и великую княгиню Марии Ильиничну непристойные речи, и испыток в том винился. И вы б того вора Гришку Тресисоломена за его воровские непристойные речи велели казнить, вырезать ему язык, и сослали его в Великий Новгород с женой и с детьми. И как это будет исполнено, вы бы о том к нам отписали, а отписку велели отдать и в посольском приказе дьякам нашим думным Михаилу Волошенинову да Алмазу Иванову да Андрею Немирову». Из этой грамоты, во-первых, ясно, что на местах ведали дела по слову и делу, пытали и допрашивали, словом, вели все следствие обычной воеводы, но о результатах сообщали в Москву, и окончательное решение, приговор, шел уже из Москвы, от царя, причем, видимо, данное дело велось в Москве через посольский приказ. В 1650-7159 году Костромскому воеводу в приказной избе извещал Костромитин Мишка Огарев на Костромитина Калинина, что он неприлично бронил государя. Воевода ставит перед собой обвиняемого, ведет допрос, вызывает свидетелей. Все распросные речи, записанные были по окончании следствия воеводою, отосланы в разряд. В 1655-7164 году в разряде в новгородском столе получили от воевода отписку, что в съезжей избе его словесно извещал казак на одного крестьянина, который будто кричал у кабака «Ты де государев слуга, я де государев друг». Воевода допросил обвиняемого, который передавал иначе свои слова, и просит указа, что ему делать далее. В Новгороде в 1662 году некто Рогозинский по донесению воеводы Репнина сказал «Наши царственные дела», как выражается царской грамотой Репнино о присылке этого Рогозинского для следствия приказ наших тайных дел. В мае 1668 года в Пскове к воеводе были присланы монастырский старец Пахоми и псковский пушкарь Ульяшко Гаврилов с обвинением их в том, что они говорили непристойные речи великого государя и святейшего патриарха Иосафа, называли ворами, и будто веруют они во антихриста. Воевода обычным порядком повел следствие, и его результаты в виде распросных речей обвиняемых и свидетелей, и очных ставок отправил в Москву. Царь, выслушав эту отписку, приказал прислать обвиняемых в Москву в посольский приказ, если же в этом будут упорствовать, то велеть того чернца и пушкаря сжечь. Старец Пахоми отказался приносить покаяние, и его сожгли, причем переписка об этом вся шла через посольский приказ. Пушкарь же Гаврилов покаялся, причастился святых тайн и был отправлен в Спасский монастырь. Переписка об этом тоже велась посольским приказом. Через некоторое время этот пушкарь ушел из монастыря, очутился в Новгороде, его поймали и доставили в Москву, в посольский приказ. На этом материалы дела кончаются. В 1670 году было найдено, в Москве, вероятно, какое-то подметное письмо, содержание его остается для нас неизвестным. Начало дела, частью утеряно, частью попорчено. Кузнец Васька, Слушка Иванов и человек Арт Матвеева, Кирюшка, говорили, что девка Матвеева имана наверх, но ей царицу и не бывать. Примечание Артамон Сергеевич Матвеев, 1625-1682 годы, государственный деятель, ближний боярин, один из первых западников в России, был растерзан во время Стрелецкого бунта. Конец примечания И великий государь-царь, и великий князь Алексей Михайлович указал боярам кузнеца Ваську и Слушку Васькуш и Артамона, человека Матвеева, Кирюшку, расспрашивать упытки, а будя из них, кого доведется, и пытать. И по указу великого государя бояре расспрашивали их упытки, а Кирюшка пытан, а было ему 30 ударов. Кирюшка признался, что писал сам, без соучастников, это воровское письмо, для того хотел от Артамона отбыть от холопства. Бояре после того Кирюшку расспрашивали, для чего он запирается, и Кирюшка перед бояре винился, а после того он же Кирюшкой перед великим государем и перед бояре в том запирался, и для подлинного сыску расспрашиван перед великим государем и при боярах кузнец Васька, его пытали, в том он сожжен на огне, и говорил он прежние свои речи. В конце этого дела говорится, что царь всех пожаловал свободить. Это дело, при всей беспорядочности и туманности его содержания, заслуживает некоторого внимания. Подметное письмо затрагивало такую интимную вещь, как избрание царем невесты. Может быть, именно в силу такой близости к особе царя и возник особый ход всего дела. Царь указал вести розыск не учреждению, а боярам. Бояре допрашивали и пытали. Наконец, мы видим, это самое главное, что часть дела следуется в присутствии самого царя. При нем допрашивают одного обвиняемого, при нем же пытают другого для подлинного сыску. Конечно, и приговор по делу идет по указу царя. Таким образом, здесь перед нами совершенно особый порядок делопроизводства. И мы можем сделать, если не вывод, то предположение, что в тех делах, которые близко затрагивали особу царя, обычный порядок производства нарушался. Царь, поручая следование дела боярам, возможно, по своему выбору, сам не только направлял розыск, но и присутствовал при нем, лично исполняя роль следователя и судьи. А обычная практика шла прежним путем. В 1677 году в новгородском приказе расследовалось дело крестьянина Клима Ерышева, который, как утверждалось в донесении царю, говорил про твое царское величество непристойные слова. По царской грамоте кеврольмезенскому воеводе велено было урезать виновному язык и бить его кнутом нещадно. Дело поднялось вновь в 1678 году по извету, что воевода языка не урезал, а только для виду велел пустить кровь из щеки виновного. Конец этого дела утерян. Мало что изменилось в расследовании дел по слову и делу и в правлении царей Ивана и Петра, о чем свидетельствуют сохранившиеся документы того времени. В июне 1697 года, уже при единоличном царствовании Петра, монахиня Авксентия подала в Новгороде воеводе бумаги от игуменьи Тихвиноведенского монастыря, где игуменья пишет, что эта Авксентия сказала за собой государева слово, почему ее и отпустили в Новгород к воеводе. Этот последний, Апраксин, немедленно допросил монахиню. Авксентия обвиняла со слов монаха Иосафа монастырского архимандрита, говорившего целовальнику, приехавшему продавать табак, «Будь ты проклят из тем, кто указал табак продавать, а также дам попам подвиг деньги и велю проклинать у престола Божья того, кто повелел таким товаром торговать». Примечание. Петр Матвеевич Апраксин, 1659-1728 годы, военачальник и государственный деятель, участник Северной войны, близкий с подвижник Петра I. В 1724-1725 годах генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Конец примечания. Кроме того, этого архимандрита обвиняла Авксентия в непраздновании царского ангела и еще в других, просто-таки уголовных преступлениях. Воевода начинает допрашивать свидетелей и замешанных лиц, списывается с митрополитическим новгородским приказом, который ведет допрос и делает точные ставки, допыток нигде не доходит. После долгих допросов и переписки обвиненный архимандрит просит челобить им на имя царя, чтобы его взяли в Москву, в новгородский приказ. Указом 7207 года было велено все дело передать в Москву и подать в новгородском приказе думному нашему дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцеву с товарищи. Примечание. Емельяна Игнатьевич Украинцев, 1641-1708 годы, государственный деятель, дипломат, глава посольского приказа в 1689-1699 годах. Конец примечания. Из этого дела мы видим, что в самом начале царствования Петра обычный порядок следствия и наказания по государеву слову и делу продолжался, как и в начале 17-го столетия, изветы принимают простые воеводы, они же ведут следствие, также дело затем переходит в один из московских приказов, но следов особого учреждения по такого рода делам по-прежнему не видно. Кроме того, во второй половине 17-го века, хотя и редко, но стал применяться особенный порядок к тем делам по слову и делу, которые почему-либо заинтересовали самого царя. Третье Начался 18-й век. Именной указ от 25 сентября 1702 года гласил «Буде впредь на Москве и в московский судный приказ учнут приходить каких чинов-нибудь люди и учнут за собой сказывать государево слово или дело, и тех людей в московском судном приказе, не расспрашивая, присылать в преображенский приказ к стольнику, как князю Федору Юрьевичу Ромодановскому». Примечание Федор Юрьевич Ромодановский, около 1640-1717 года, государственный деятель, князь, близкий с подвижных Петра I, сыграл решающую роль в подавлении Стрелецкого бунта 1698 года. В 1686-1717 годах глава Преображенского приказа розыскных дел также руководил сибирским и аптекарским приказами. Конец примечания. Да и в городах воеводам и приказным людям, таких людей, которые начнут за собой сказывать государево слово или дело, прислать к Москве, не расспрашивая. Таким образом, старый, общий для 17 века порядок производства дел по слову и делу был нарушен. В большинстве, изъятые из общей подсудности, дела эти были сосредоточены в ведении испытанного в своей верности слуги Петра князя Федора Ромодановского в Преображенском приказе. Дела этого приказа начинаются регулярно в столбцах с 1696 года. До 1702 года характер этих дел чрезвычайно однообразен. Все они разбиваются на четыре категории. Во-первых, о битве, драке, кричании караула между московскими обывателями. То есть, дела о нарушении общественной тишины и порядка на улицах и площадях Москвы. Во-вторых, дела о мелких взысканиях по гражданским искам, причем обычно ответчика приводит истец. В-третьих, о нарушениях обязательных постановлений в городе, то есть пении песен в неположенном месте, езде там, где запрещено, оскорблении священных мест чем-либо и тому подобное. В-четвертых, дела по слову и делу. Необходимо отметить, что преобладающие количества дел относятся к первому и третьему роду, то есть к делам полицейского характера. Немного дел второго рода, дел мелкой юстиции и мелкой расправы. И чрезвычайно мало дел четвертого рода по обвинениям по слову и делу. Ясной этому иллюстрацией служит тот факт, что для 1696 года из общего числа сохранившихся дел преображенского приказа, около 605, по слову и делу имеются не более пяти дел. Следовательно, можно сказать с некоторой уверенностью, что в первые годы своего существования, до 1702 года, преображенский приказ отнюдь не являлся специальным учреждением по делам о государственных преступлениях. Основная роль преображенского приказа для Москвы была чисто полицейская. Приказ был тогда в сущности канцелярией полицмейстерских дел Москвы. С 1702 года положение немного изменяется, но все-таки преображенский приказ не становится единственным учреждением для преследования государственных преступлений. Указ 1702 года только вводит в ведение исключительно преображенского приказа все дела из провинции, присылаемые по слову и делу. В этом сказывается желание царя поручить эти дела, принявшие, возможно, в глазах Петра слишком важный характер, чтобы их можно было вести обычным порядком, близкому и доверенному человеку. При этом, как яствует из обозрения дел преображенского приказа, в его заведовании все еще оставалась полиция Москвы. С того же времени хозяйственно-оружейная часть гвардии, а часть и всей армии, тоже все более ложилась на преображенский приказ. Таким образом, и в 1702 году преображенский приказ вовсе не являлся специальным учреждением по расследованию государственных преступлений. Все это в совокупности дает впечатление, что Петр, обратив внимание на дела государственные и решив их поручить людям близким и надежным, в большей части поручил их рамадановскому, начавшему вести их наряду с другими делами, новыми и старыми, в преображенском приказе. Такое нагромождение разнообразных дел, мало имеющих общего друг с другом, вызывало, вероятно, недоразумения, которые заставили Петра особым указом в 1722 году точнее определить, что же, собственно, подобает ведать преображенскому приказу. В этом указе Петр пишет, что делам быть в преображенском, во-первых, государственным, по слову и делу, во-вторых, полки гвардии, чтобы ведомы были по-прежнему, в-третьих, посторонних дел никогда не принимать, а имеющиеся такие отдать к своим местам. Но тут делается исключение для крупных разбойных дел. Этот указ свидетельствует прежде всего о том, что и после 1702 года преображенский приказ не является специальным по государственным преступлениям учреждением. Кроме того, нельзя не обратить внимание на то, что ведение приказом дел по слову и делу выдвигается все-таки теперь на первое место, а вся мелкая полиция, может быть, еще какие-либо к тому времени попавшие в ведомство того же приказа дела, постепенно изымаются из его ведения. Если к этому прибавить, что князь Иван Ромодановский, наследовавший приказ от отца с 1726 года, приблизительно называется генерал-губернатором московским, то есть высшим полицейско-административным лицом Москвы, то станет ясно, что преображенский приказ в основе своей являлся главным образом полицейским учреждением, ну, осложненным поручением расследовать провинциальные дела по слову и делу. Примечание. Иван Федорович Ромодановский, конец 1670-1730 годы, государственный деятель, князь, близкий с подвижник Петра I, в 1717-1729 годах возглавлял преображенский приказ, в который в 1726 году были переданы дела тайной канцелярии. Конец примечания. В дополнение к всему этому и в связи с заведованием в известном отношении гвардии, в преображенском приказе появился еще ряд дел по разным земельным и другим имущественным тяжбам, что, конечно, еще более загромоздило и обесформило дело производства. А произошло это последнее усложнение деятельности приказа, потому что многие гвардии-офицеры били приказу челом о неведении нигде их имений судом, кроме преображенского приказа. И когда на это получали согласие, что бывало не так уж и редко, то переносили все свои тяжебные дела из разных других учреждений в преображенский приказ. Не о рассылке ли именно этих дел по надлежащим местам говорит Петр в указе 1722 года? Таким образом, очевидно, что никак нельзя считать этот приказ первым в России специальным учреждением по преследованию и суждению преступлений по слову и делу. Не безинтересно заметить, что в кабинетных делах времени Петра сохранилось за 1702-1725 годы многое из переписки с Рамадановским, и даже при беглом просмотре этой переписки становится ясно, что важнейший предмет преображенского приказа составляют дела полков гвардии, их обмандирование, вооружение, набор и прочее. Можно сказать, что в 1702 году Петр сделал шаг по старому, уже в XVII веке намеченному пути. Он поручил дела по слову и делу одним общим распоряжением в их огромном большинстве близкому доверенному человеку, изъяв их почти целиком из общего порядка следования. Если у царя Алексея Михайловича побудительные причины к такого рода направлению государственных дел появлялись только изредка, только в некоторых отдельных случаях, то у преемника его с борьбой и треволнениями обретшего наследственную власть естественно оказалось гораздо более побудительных причин обратить свое особенное внимание на эти дела, а следовательно и направить их по тому особому руслу, которое уже было намечено для таких случаев его отцом, и которое обеспечивало Петру возможность личного надзора и вмешательства, а также гарантировало в значительной степени ведение таких важных дел строго соответственно его воле. В кипучей деятельности Петра важные дела, входить в которые лично царь считал необходимым, были не только дела государственные, дела похищению казенного имущества, вопиющие, вроде гагаринского дела по всяким злоупотреблениям местных администраций, тоже тревожили Петра, тоже казались ему важными. Примечание. Имеется в виду дело сибирского губернатора Матвея Петровича Гагарина около 1659-1721 годы казненного за мздоимство и казнократство. Среди злоупотреблений, вмененных в вину Гагарину, были занижение реальных доходов в губернии, взятки за винный и пивной откуп, вымогательство, угрозы купцам, присвоение казенных средств и т.д. Конец примечания. В именном указе от 25 января 1715 года Петр объявлял, кто истинный христианин и верный слуга своему государю и отечеству, тот без всякого сомнения может явно доносить словесные письмена о нужных и важных делах самому государю, или пришед ко двору его царского величества объявить караульному сержанту, что он имеет нужное доношение, а именно о следующих. Первое. О каком злом умысле против персоны его царского величества или измены? Второе. О возмущении или бунте? Третье. О похищении казны? О прочих делах доносить, кому те дела вручены? Ну, а если согласно этому указу подобные дела подали непосредственно к Петру, то как же, спросим, император с ними поступал далее? Как же он их расследовал и решал? Кто же или что за учреждения, в какой мере и каким образом ему в этом помогали? Так возникли майорские разыскные канцелярии, к истории которых мы и обратимся в следующей главе. А в заключении настоящей главы позволим себе только отметить некоторые моменты дальнейшей истории трех пунктов указа 1715 года. Петр, повторив в указе от 19 января 1718 года эти три пункта, требовал, дабы о первых двух пунктах доносили по прежнему указу корольному офицеру, а он будет представлять челобитчика самому его царскому величеству, а о третьем пункте доносить Ушакову в Москве, Кошелево в Петербурге. Примечание. Андрей Иванович Ушаков, 1672-1747 годы, тайный фискал с поручением наблюдать за постройкой кораблей, назначен Петром I в 1714 году, начальник канцелярии тайных и разыскных дел в 1731-1746 годах, сенатор, граф. Герасим Иванович Кошелев, 1671-1722 годы, полковник Преображенского полка, глава подрядной канцелярии, 1715 год, президент камер-коллегии, 1722 год, конец примечаний. Таким образом, государственные дела, имеющие отношение к первым двум пунктам, Петр к этому времени уже выделил, придавая им особое, большее значение, чем делам, относящимся к третьему пункту. В конце того же 1718 года, указом от 22 декабря, Петр повелевает о делах, касающихся похищений казны, доносить фискалом и быть этим делам в ведении коллегии юстиции. Глава 2. Очерк истории майорских разыскных канцелярий Петровского времени Объединяющие названия «Майорские разыскные канцелярии» до известной степени искусственно. Перед нами ряд совершенно отдельных учреждений, носящих название «Канцелярия ведения такого-то», например, лейб-гвардии майора Дмитриева Мамонова, «Канцелярия ведомства такого-то», «Канцелярия разыскных дел такого-то», а иногда рядом с этим как бы личным названием, постепенно образуется и применяется другое «Канцелярия ведения лейб-гвардии майора Ушакова», часто называется «Канцелярия рекрутного счета». К «Канцелярии ведомства Дмитриева Мамонова» прилагается одновременно название «Сибирская канцелярия», Примечание. Иван Ильич Дмитриев-Мамонов, 1680-1730 годы, сенатор, генерал-аншеф, марганатический супруг царевны Просковья Иоанновны. Конец примечания. Конец примечания. Кошелева, князя Юсупова, С. Салтыкова. Примечание. Алексей Иван Шаховской. Около 1690-1736 годы, генерал-аншеф, сенатор, правитель Малороссии, в 1734-1736 годах, князь. В 1719 году осуществлял следствие над сибирским губернатором Гагариным. Михаил Иванович Волконский, около 1660-1717 года, майор Семеновского полка, князь, был отрешен за злоупотребление от розыскных дел, отдан под суд и расстрелян. Богдан Григорьевич Скорняков-Писарев, брат ГГ Скорнякова-Писарева, в 1718 году оберпрокурор Сената, чем, собственно, и объясняется его выдвижение. Иван Никифорович Плещеев, 1676-1750 годы, герольдмейстер в Сенате, руководил в январе 1728 года опечатыванием имущества и переписки А. Д. Меншикова. Василий Владимирович Долгоруков, 1667-1746 годы, генерал-фельдмаршал, член Верховного тайного совета в 1727-1730 годах, президент военной коллегии в 1730-1731 и 1741-1746 годах. В 1715 году был председателем военно-судной комиссии, назначенной царем для исследования злоупотреблений, совершенных при участии А. Д. Меншикова. Михаил Афанасьевич Матюшкин, 1676-1737 годы, государственный военный деятель, сподвижник Петра I, генерал-аншеф. В 1716 году был назначен асессором военно-судную комиссию, которая расследовала злоупотребление А. Д. Меншикова. Петр Михайлович Голицын, 1682-1722 годы, командир лейб-гвардии Семеновского полка, в 1709-1717 годах, князь. Михаил Яковлевич Волков, капитан Семеновского полка, 1698 год, генерал-лейтенант, 1726 год. Григорий Дмитриевич Юсупов, 1676-1730 годы, генерал-аншеф, князь. Семен Андреевич Салтыков, 1672-1742 годы, командир Преображенского полка, в 1727-1728 годах, сенатор, обергов-мейстер. Конец примечаний. Заранее оговаривая неполноту материалов, имевшихся в моем распоряжении, я взял на себя все-таки смелость составления очерка их деятельности. При этом следует знать, что основные архивные фонды частью сгорели во время пожара Московского Сенатского архива в 1737 году, где погибли дела канцелярии Дмитриева Мамонова, Юсупова и Матюшкина, части, видимо, просто рассеялись. Такое положение дел заставило пользоваться другими архивными фондами, в которых явилась возможность найти иной раз совершенно случайно туда попавшие известия о розыскных канцеляриях. 1. 1717 года, декабря, в 13 день, по указу Великого Государя, правительствующий Сенат приказал лейбгвардии к господам офицерам, которые определены к делам генералу-майору и подполковнику князю Голицыну, майорам князю Салтыкову, Волкову, Дмитриеву Мамонову, бригадиру и генеральному ревизору господину Зотову, на приказные расходы из канцелярии Сената отпустить по 50 рублей. 1. Примечание 2. Василий Никитович Никитич Зотов, 1668-1729 годы, генеральный ревизор Сената в 1715-1719 годах, 3. Казанский губернатор в 1727-1727 годах, генерал-майор, сын первого учителя Петра I Н. М. Зотова. 2. Конец примечания 3. А когда у них в канцелярии деньги будут в сборе, он и данные деньги в канцелярию Сената возвратить. Указом того же года, от 17 декабря, велено было Сенатом, Лейбгвардии и господам офицерам в канцелярии отослать из военной коллегии для караула и посылок солдат, поскольку человек надлежит. 23 декабря того же года был дан Сенатом такой указ. По именному великого государя указу определены к розыскным делам господа офицеры, а именно генерал-майор и лейбгвардии подполковник князь Петр Княж Михайлов, сын Голицын, лейбгвардии майоры князь Григорий Княж Дмитриев, сын Юсупов, Семен Андреев, сын Салтыков, Михайло Яковлев, сын Волков, Иван, сын Дмитриев Мамонов, и лейбгвардии капитан Герасим Иванов, сын Кошелев. Правительствующий Сенат приказали, а о чем от них указы посылаться будут, а именно, о присылке каких чинов людей, так же и дел для розыска в Санкт-Петербург, и по тем указам быть послушным и отпускать, чего они требовать будут, так же и на подводы прогонные деньги давать везде без задержания. Дальнейшими указами Сената того же месяца, по требованиям вышеназванных господ офицеров, им посылались дьяки и подьячи для ведения дел в канцеляриях. Так, в конце 1717 года был организован ряд канцелярий для розысков под ведением господ лейбгвардии офицеров. Однако, как увидим, не сразу и не с этого именно момента появились описываемые учреждения. Постараемся разобраться в материалах, имеющихся в нашем распоряжении, и сказать о каждой из таких канцелярий в отдельности. Первое. В 1713 году Петр именным указом из кабинета посылает от гвардии офицера Ивана Ильича Дмитриева Мамонова в Вологду для следствия о недозволенной из Архангельска продаже купецкими людьми ювки и пеньки за границу. Дмитриев Мамонов еще был в Вологде, когда в том же году Петр за своим подписанием шлет ему второй указ. По получению сего указу Ландрихтера Ивана Нахалова, так уж против приложенной при всем именной росписи наборщиков, которые рекрут набирали, также приказчиков из старост, сыскав, возьмите за караул. А о какой до них дело и о том немедленно будем к вам писать. Примечание. Ландрихтер – главное должностное лицо в городе после реформы местного управления, проведенной в 1708-1715 годах. Ландрихтеры пришли в 1715 году на смену оберкомендантам и комендантам, которые за пять лет до этого в 1710 году заменили воевод. Конец примечания. В письме от 3 декабря того же года Петр, говоря о сказках доносителей на злоупотребление наборщиков, рекрут пишет, что посылает копии с этих сказок, против которых вам разыскать, и кто прилично будут тех пытать и разыскивать, тех наборщиков, которые явятся по розыску во взятках, возьмите сюда с собой за караулом, и разыскать накрепко и тот розыск их, Нахалова и Кузьмина, тогда, как вы сюда поедете, возьмите. В 1717 году Царского Величества именным указом повелено от лейб-гвардии майору Дмитриеву Мамонову иметь канцелярию, в которой управлять делами по пунктам Царского Величества, а к оонным делам в той канцелярии надлежит быть под ячем, всего 13 человек, с требованием которых, а также чернил, бумаги, сургучу, помещения и т.д. Дмитриев Мамонов обращается в Сенат. И уже в январе следующего, 1718 года, эта канцелярия находится в полном действии. В письме от 18 января к Петру за подписью Ив Дмитриева Мамонова, Ив Лихарева, Егора Пашкова и Ив Бахметьева, говорится, по данному от Вашего Величества указу, повелено нам исследовать по фискальному донесению о еврейновых. Видимо, Дмитрий Мамонов действует в поручаемых розысках не один, а коллегиально. Примечание. Иван Михайлович Лихарев, 1676-1728 годы, майор Семеновского полка, 1718 год, генерал-лейтенант, архангельский губернатор. Егор Иванович Пашков, умер в 1740 году, денщик Петра I, прокурор военной коллегии, 1722 год, губернатор Астрахани, 1739 год. Иван Иванович Бахметьев, 1683-1760 год, следователь, 1723 год, судья Вышнего Суда, 1723-1725, обер-прокурор Сената, 1740 год, генерал-лейтенант. Конец примечаний. В том же году другое донесение, именным Царского Величества указом, повелено нам от гвардии офицерам исследовать о бытности в Сибири господина подполковника Бухолта. Эту бумагу подписывает один Дмитриев Мамонов, апрель 1718 года. Иван Дмитриевич Бухгольц, Бухольц, Бухолт, Бухольц, 1671-1741 годы, генерал-майор, 1740 год, основатель Омска, сподвижник Петра Великого. Расследование, начатое в связи с сдачей Джунгаром Ямышевской крепости на Иртыхской линии, установило полную невиновность Бухольца. Конец примечания. Дело князя Гагарина, сибирского губернатора, тоже расследовалось в канцелярии Дмитриева Мамонова и тянулось в продолжении четырех лет до 1721 года. Лихаимство, злоупотребление властью и взяточничество, словом преимущественно преступления против третьего пункта указа 1715 года, были разыскиваемы в деле князя Гагарина. Таким образом, к 1718 году вокруг Дмитриева Мамонова образуется канцелярия, во главе которой стоят несколько гвардейских офицеров, но истинным начальником которой все-таки остается Дмитриев Мамонов, извещавший Петра в то время о передаче некоторых дел князю Юсупову из канцелярии, врученной мне, нижайшему рабу вашему. Иногда прибавлялось еще и имя Лихарева, и канцелярия получала название «Канцелярия ведения лейб-гвардии майоров Дмитриева Мамонова и Лихарева» с прочими офицерами. Однако название «Канцелярия ведения Дмитриева Мамонова» преобладает. И в целом ряде донесений писем Петру, с отчетами о суммах, бывших у него по разным делам, Дмитриев Мамонов говорит о канцелярии своего ведения. Были случаи, когда писали без упоминания о канцелярии, например, лейб-гвардии господам майорам Ивану Ильичу Дмитриеву Мамонову, Ивану Лихареву с товарищами. В 1719 году в канцелярию тайных разыскных дел поступает дело по подметному письму от обольских жителях, что есть среди них противники указов о немецком платье и бритье бороды. Тайная канцелярия пересылает это дело в канцелярию ведения Дмитриева Мамонова, указав адрес бригадиру и лейб-гвардии майору Ивану Ильичу Дмитриеву Мамонову и прочим офицерам. Наконец сохранилось определение тайной канцелярии, датированное январем 1724 года за подписью Ушакова о некоем Казмине, сказавшем ложно слово и дело. Его решено отослать в канцелярию ведения генерала-майора господина Дмитриева Мамонова. Следы существования этой канцелярии последний раз попадаются в 1725 году, откуда, конечно, не следует заключать об ее уничтожении в это время, однако в 1737 году дела ее уже находились в Сенатском московском архиве и все сгорели во время пожара, бывшего в этом году в Москве. К этому времени они уже достигли больших размеров и были переплетены в 191 книгу. Таким образом, поручив майору от гвардии Дмитриеву Мамонову несколько разыскных дел, Петр снабжает его, как доверенное лицо, большими полномочиями, кто приличны будут к делу пытать и разыскивать, и разыскивать накрепко. Затем следует ряд поручений, и у Дмитриева Мамонова появляется ряд помощников-офицеров. Эти офицеры становятся его товарищами, и образуется канцелярия, которая иногда называется и по их именам, но вместе с тем всегда фигурирует и в Дмитриев Мамонов. Он один ведет переписку с Петром, он один иногда подписывается за всех, дела часто адресуются только на его имя. В письме к нему от 12 августа 1721 года Макаров, передавая ему донесения Нестерова о злоупотреблениях дьяков в Москве, пишет «И оное доношение указал его Царское Величество для решения отослать к вам». Примечание. Алексей Васильевич Макаров, 1675-1740 годы, кабинет секретарь Петра I ведал секретными бумагами. Алексей Яковлевич Нестеров, 1651-1724 годы, оберфискал, гроза взяточников и казнокрадов, позднее сам был обвинен в злоупотреблениях и казнен. Конец примечаний. Все это производит впечатление, что нечто похожее на коллегиальное начало существовало в канцелярии между Мамоновым и его товарищами, но Мамонов все-таки был главой, первоприсутствующим этой коллегии. Причем едва ли были строго намечены границы единоличного и коллегиального решений, да и сама коллегия была в составе своем неустойчиво, случайно. В нее, видимо, входили разные штаб и обер-офицеры. Ушаков в одном письме к князю Михаилу Голицыну, сообщая о неимении у него указаний царских о том, как судить в некоторых случаях, писал «Уповаю я, что такие указы имеются в канцелярии ведомства генерала-майора Дмитриева Мамонова, ибо когда мы в ООНной канцелярии с прочими лейб-гвардии штаб и обер-офицерами общеслушали дела, упоминались такие указы». Примечания. Михаил Михайлович Голицын, старший, 1675-1730 годы, соратник царя Петра I, полководец в Северной войне, генерал-фельдмаршал по воцарению Петра II стал сенатором и членом Верховного тайного совета, президентом военной коллегии. Конец примечания. Мы видели, что сферу деятельности этой коллегиальной канцелярии определить можно словом «розыск», точнее, «производство розысков», следование по делам, поручаемым по мере надобности самим Петром, входя во все ближайшим образом, император следил за делами канцелярии, о чем ясно свидетельствует письма Мамонова непосредственно к Петру по разным, часто мелким, делам и дошедший до нас ряд именных указов Петра по делу Гагарина, данных по канцелярии Мамонова. Иногда государь сам бывал в канцелярии, так как имеется указ великого государя из канцелярии, ведение Дмитрия Мамонова. Но если разыскивание и следование являлись главным делом канцелярии, то полномочия ее в решении и направлении дел были до чрезвычайности шатки, зависит, видимо, от каждого конкретного случая, от каждого данного поручения, по крайней мере, отсылая одно дело о злоупотреблении московских дьяков Мамонову для решения, Макаров пишет, «Ежели же о том решение учинить собой не можете, и потому вам доложить его царскому величеству». Как будто сам Мамонов должен решать в каждом случае, может ли он обойтись без государевой воли или нет. Как мы уже видели, прямые указы Петра определяли задачи канцелярии в каждом конкретном случае. Словом, действовало в чистом виде поручение, иногда даже даваемое через третье лицо. Как давались эти поручения и в какие рамки обычно ставили деятельность канцелярии, видно из следующего документа. В канцелярии в 1718 году расследовалось большое дело по разным доносам бывшего фискала Санина. Попало оно в канцелярию Мамонова после письма Бутурлина. Благородный господин майор и господа капитан Лихарев, капитан-поручик Пашков, поручик Вахметев, прошедшего мая в 28-й день, Царское Величество, слушав доносительных пунктов бывшего фискала Санина, который ныне у вас, указал по именному своему великому государю указу по оным пунктам о некоторых делах исследовать и разыскать. Примечание. Иван Иванович Бутурлин, 1661-1738 годы, российский генерал-сподвижник Петра I, участник Северной войны, в 1700-1710 годах находился в шведском плену. Конец примечания. О каких делах следовать и разыскивать, к тому присем прилагается реестр. Слуга ваш, Иван Бутурлин, 16 июня 1718 года. Мы видели выше, что и кабинет секретарь Макаров по именным указам передавал подобными письмами Дмитриеву Мамонову разные дела. Мы видели, что это делалось и прямыми указами императора. Других путей, по-видимому, не бывало. Личное поручение императора — единственный использовавшийся путь. Вот еще письмо Бутурлина к благородному господину майору Дмитриеву Мамонову гвардии Семеновского полку с товарищи. Благородный господин майор и господа капитан Лихарев, капитан-поручик Пашков, поручик Бахметев. Бывший ярославец-купецкий человек Иван Рукавин, который сидел в канцелярии по поруке в подрядном деле у полковника Кошелева, и от него отдан бить сваи за вину свою, И он и сказал за собой государево слово, и подал мне письма доводные, а те ему письма отдал бывший фискал Санин, и он и Санин по тем письмам взят с каторжного двора, и сегодня по именному царскому величеству указу к тебе в канцелярию отсылаюсь теми его письмами, изволь его расспросить обстоятельно, и по тому делу следовать, и, будя по распросным его речам, кто какого чина не есть, духовных и мирских, доведутся, взять к тому делу здесь, в Петербурге, или из иных городов, также из деревень, изволь посылать и брать, а что в том деле будет являться, изволь доносить его величеству, да, по его же царскому величеству указу, посылаю к тебе упомянутого Рукавина, изволь приказать его держать с колодниками до указу, изволь твое благородие с товарищами посему чинить. 8 апреля 1718 года. Когда дело поступало в канцелярию, и были, откуда следовало, присланы обвиняемые, то обычно бывал им расспрос. Перед майором Иваном Ильичем Дмитриевым Мамоновым с товарищами присланный с каторжного двора Иван Рукавин расспрошен, а в расспросе сказал, и далее идут показания обвиняемого, обычно скрепленные его подписью. За этим зачастую следуют пытки и запись пыточных речей. Когда такого рода материал собирался, происходило в канцелярии перед майором и ассессорами чтение всех показаний, и в результате часто следовали распоряжения в целях дальнейшего следствия по указу великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, лейб-гвардии майор Иван Ильич Дмитриев Мамонов, капитан Иван Михайлович Рихарев, капитан-поручик Егор Иванович Пашков, поручик Иван Иванович Бахметев, слушав распросные речи Ефима Санина, приговорили дела взять в Санкт-Петербург и о взятии тех дел господину майору Ушакову писать, а о которой люди по тем делам надлежат, тех допросить. Такие приговоры обычно подписывали ассессоры с Дмитриевым Мамоновым, но не всегда в одинаковом числе. По-видимому, не было установленного числа подписей. Слушали и приговаривали, смотря по обстоятельствам все или только некоторые из присутствующих господ офицеров. Делались приговоры по указу государя, вероятно, не фиктивному. Часто можно встретить, что распросные речи докладывались императору, а он, слушав доносительных пунктов, указал. Повеления Петра обычно заносились в указанную книгу канцелярии в таком виде. 1718 года, июля, в третий день, по указу великого государя и царя и велкн Петра Алексеевича, ЛГВ-майор Иван Ильич Дмитриев Мамонов, капитан Иван Михайлович Лихарев, капитан-поручик Егор Иванович Пашков, поручик Иван Иванович Бахметев приказали его великого государя указ в канцелярии их ведомства записать в книгу, что по именному Его Царского Величества из устного указу велено послать от гвардии поручика Авраама Шамардина в Сибирь и так далее. Ниже идут подписи всех в начале помянутых офицеров. Примечание. Авраам Григорьевич Шамардин умер после 1739 года, а сессор следственной канцелярии Дмитриева Мамонова в 1717-1723 годах был командирован в Сибирь для проведения следственных действий и проведения трикрутского набора. С 1737 года смоленский губернатор. Конец примечания. Из устные указы императора встречаются довольно часто. Они, видимо, делаются или при появлениях Петра в канцелярии, или при докладе выписок Мамонов выслушивает их от царя лично. Так в одном письме к Макарову Мамонов говорит, что вчерашнего дня в военной коллегии докладывал я царскому величеству. Иногда эти указы касаются самых мелочей. Например, Шамардин присылает из Сибири множество часто мелких вопросов, как ему вести следствие. И все они докладываются Петру, который или давал из устные указы, или иногда писал резолюции прямо на докладных выписках. Изредка указы передавались и третьими лицами. Например, 1721 года, ноября 25 дня, в канцелярии ведения бригадиров и лейбгого майора в Дмитриево Мамонова и Лихарева с прочими офицерами его императорского величества Денщик Василий Петров, сын Поспелов, объявил словесно его императорского величества указ, что Е.И.В. указал по именному своему словесному указу князя Матвея Гагарина с виселицы, из петли сняв и сделав железную цепь, поднять на той цепи на той же виселице, где он ныне был. Примечание. Василий Петрович Поспелов, 1699-й, умер после 1780-го, года, любимый денщик императора Петра I пользовался большим влиянием. Шталмейстер при императрице Анне Иоанновне барон. Конец примечания. И сей его императорского величества именной указ лейб-гвардии майор господин Дмитриев Мамонов приказал в канцелярии ведомства своего записать в книгу. Таким образом, постоянно, в разных стадиях дела, Петр вмешивался и сам направлял его ход властной рукой. Несмотря на это, в общих чертах ход дел всегда оставался неизменным. Когда кончался собственно розыск, когда были произведены в надлежащем присутствии все расспросы и очные ставки, тогда составлялись обычно докладные выписки, которые и подносились царю. Мы уже приводили выдержку из письма Макарова к Мамонову, где дело посылалось на решение, но говорилось, что если Дмитриев Мамонов не может решить, то пусть доложит императору. Из этого видно, что иногда канцелярия могла сама вершить дело своим приговором, а иногда за это не бралась. Приводился ли приговор в исполнение в первом случае без утверждения Петра? Прямого ответа на это найти не удалось, но раз император порой входил даже в мелочи, то трудно допустить, чтобы приговоры приводились в исполнение без его санкции, хотя бы примитивной по форме. В заключении заметим, что канцелярия сносилась с коллегиями, промемориями, а с сенатом и кабинетом – доношениями. В ее распоряжении были денежные суммы, конфискуемое имущество, и, наконец, под ее ведением содержались колодники, принятые по делам. Таковы основные черты деятельности канцелярии Мамонова. К сожалению, до нас дошло мало сведений о составе собственной канцелярии, то есть о количестве дьяков и подьячих, мы знаем только, что в марте 1718 года в канцелярии было всего 13 подьячих. Направление деятельности канцелярии Мамонова, как мы уже заметили, каждый раз определялось тем или иным поручением, хотя разыскные дела составляли основной предмет ее ведения. Таковы дела в Вологде, таково дело сибирского губернатора князя Гагарина. Наконец, повелено было указом за собственноручной подписью Петра лейб-гвардии майором Ивана Ильича Дмитриева Мамонову, Ивану Михайловичу Лихареву с прочими офицерами исследовать дела по фискальским доношениям. Таким образом, видимо, сферой деятельности канцелярии служили дела против третьего пункта, или интересные, как они тогда именовались, то есть дела, касающиеся нанесения ущерба государственной казне. В реестре вершенных дел тайной канцелярии за 1719 год есть следующая запись. Отпуск указа из канцелярии тайных разыскных дел в канцелярию ведомства господина бригадира и гвардии майора Дмитриева Мамонова, речь идет об указе по делу Семена Вымаркова. Из канцелярии полицмейстерских дел был прислан в тайную канцелярию подъячий якутский Вымарков, сказавший за собой слово и дело. Но при расспросе его оказалось, что он показал по сибирской губернии о похищении государевой казны. В результате этого великий государь указал подъячьего Вымаркова послать в канцелярию Дмитриева Мамонова для того, говорится далее в том же указе, что по сибирским делам следуется в той канцелярии. Вчитываясь в эту мотивировку, нетрудно заметить, что канцелярия Дмитриева Мамонова начинает приобретать хотя и смутный, но несомненный район ведения. Это были сибирские дела против казенного интереса. При дальнейшем расследовании Вымарков заявил о слове государеве, о котором в помянутой канцелярии следовать невозможно, но почему опять дело о Вымаркове великий государь указал отослать в канцелярию тайных разыскных дел. Таким образом, дела против первых двух пунктов как бы выгораживаются из ведения канцелярии Мамонова. Но, впрочем, какое-то отношение к ним она время от времени все-таки имела. Например, она рассматривала дело об измене в 1724 году, о чем сохранилась запись. В 1715 году Макаров по повелению Петра препровождает полковнику Кошелеву-Подьячеву доносителя на злоупотребление по рекрутским наборам для надлежащего против донесения исследования. В 1716 году, 27 января, Петр дает указ Кошелеву и Дьяку Воронову принять вам дела Курбатова с Соловьевым и разыскивать самой правдой, и когда то все исследовано будет, о том к нам писать и без указа тех дел не вершить. Примечание. Алексей Александрович Курбатов, 1663-1721 годы, из крепостных графа Шереметьева, автор ряда проектов по вопросам финансов и администрирования, выдвинулся, подав царю подметным письмом, проект о введении гербовой бумаги. Был сделан дьяком оружейной палаты, получив право докладывать царю о вновь открываемых источниках государственного дохода. В 1711 году был назначен вице-губернатором Архангельской губернии, где вступил в конфликт с креатурой Меншикова оберкомиссаром Соловьевым. Был отстранен от должности и умер во время следствия. Судя по всему, вина его была невелика. Дмитрий Алексеевич Соловьев умер после 1727 года. Оберкомиссар в Архангельской губернии с 1705 года был признан виновным в злоупотреблениях. Суд постановил взыскать с него и его брата Осипа в пользу казны почти 700 тысяч рублей и конфисковать их имущество на сумму около 400 тысяч рублей. При Екатерине I братья Соловьева получили прощение и в 1727 году даже были возведены в баронское достоинство. Конец примечаний. 9 декабря 1717 года Петр указом передал в канцелярию Кошелева ряд дел по нанесению фискальскому, требуя честно вести следствие. Указ этот заканчивается так. О врученных делах прежде не доносить, пока все разыскано будет и на всякий пункт преступления подписан будет приговор. Чему кто будет достоин? Тогда доносить, а самому без докладу никаких дел не кончать и экзекуции не чинить. И понеже устава земского полного и порядочного не имеем, того ради всяких чинов людей, какого б чину ни был, судить по правам воинским. К всему розыску воссесары также приказных людей, сколько надо б набрать. Так вокруг Кошелева образуется канцелярия. Она явилась благодаря поручению Петром Кошелеву важного следствия, для выполнения которого и повелено было брать, сколько надо б на приказных людей. Впрочем, прием ассессоров находился под строгим контролем самого императора. Ассессоры назначались им самим. Когда Кошелеву были вручены дела Курбатова и Соловьева по злоупотреблениям в Архангельске, то Кошелев посылает императору следующий мемориал. Всемилости виши, государь, доношу Вашему Величеству именным Вашего Царского Величества указом, прошедшего 717 году декабря в девятый день, по данному мне реестру от Вашего Величества, определен я сверхстарых на меня положенных многих подрядных и других дел к розыскным делам, а именно к делам Курбатова с Соловьевым и на других, под отношением фискальским, больше ста дел. И к тем делам дано мне помощников два подпоручика преображенского полка языков до Семеновского полку Иванов, и из тех дел многие дела по следованию нашему пришли к розыску, а иные и к окончанию. И он их дел мне с вышеписанными моими помощниками одному к решению в доклад Вашему Величеству привезть не можно, по ней же есть многие важные дела. Прошу Вашего Величества, государя, дабы повелено было сообщить меня к слушанию моих дел для подписания сентенции или приговоров с офицеры Преображенского и Семеновского полков, которые определены к таким же делам генералу-майору Голицыну и тех полков к майорам Юсупову и Салтыкову и Дмитриеву Мамонову с офицеры, а у вышеописанных офицеров по данному Вашему Величеству реестру дел перед моими малое число. Поэтому мемориалу Петру докладывал Ушаков, который и извещает Кошелевым письмом, что Петр ходатайство отклонил, но пожелал, чтобы Кошелев, как только это будет возможно, сам привез ему выписки. Этот мемориал и ответ на него хорошо характеризует, между прочим, ту близость и своеобразие отношений, которые установились между Петром и канцелярией Кошелева. Так именно дело и шло. Выписки о расследовании представлялись царю, он делал по поводу них замечания и резолюции, которые вносились в указанную книгу, канцелярия по ним чинила исполнение и потом опять представляла выписки. Причем, видимо, асессоры языков и Иванов иногда самостоятельно их докладывали. Часто подавались Петру и реестры по производящимся делам с вопросами, которые царь разрешал своими указами. 15 марта 1719 года следует указ о передаче всех дел, ведавшихся в разыскной канцелярии, которые под ведением Кошелева, в канцелярию, которая под ведением Голицына и Кошелев письмом извещает об этом Голицына. Так закончила свое существование канцелярия Кошелева. Предметы ее ведения определялись царскими указами в каждом конкретном случае. Однако из рассмотрения реестра дел, сделанного при сдаче делопроизводства князю Голицыну, видно, что дела против третьего пункта указа 1715 года, то есть о похищении казенного интереса, являлись почти единственными делами ведения Кошелевской канцелярии, нередко именуемой канцелярией разыскных дел. Личный состав приказных людей в 1718 году в канцелярии Кошелева состоял из одного дьяка Иван Васильев, трех старых подьячих, семи средних, трех молодых подьячих, да кроме этих постоянных как бы были два средних и два молодых подьячих из Санкт-Петербургской губернской канцелярии и из Старой Руссы. Значит, всего дьяков и подьячих было в канцелярии 18 человек. В книге сенатских дел, посвященной сношением сената с образованными в 1717 году майорскими разыскными канцеляриями, среди этих последних упоминается канцелярия князя Юсупова. Это дает возможность с вероятностью приурочить образование канцелярии Юсупова к тому же 1717 году. Во всяком случае, до нас дошло дело производства этой канцелярии по бахмутскому делу, которое ею начато следованием в 1717 году. Это большое дело, тянувшееся следованием до 1721 года, возникло по донесениям капитана бахмутского батальона Чирикова о кражах при фуржировке полка в бытность его в Малороссии в 1713 и 1714 годах. К следствию был привлечен громадный материал в виде отчетности и разных оправдательных документов видимо усердно изучавшихся в канцелярии Юсупова. Кроме того, в канцелярии допрашивались свидетели и обвиняемые, а в случае нужды посылались на места от канцелярии сержанты. Среди материалов этого дела попадаются прямые указы Петра, свидетельствующие, что царь сам наблюдал за производством следствия. Время от времени результаты следствия в виде выписок предлагались для приговора к коллегии канцелярии Юсупова, которая и были украинцев капитан Федор Скорняков Писарев и поручик Бибиков. Примечание. Иван Иванович Бибиков умер в 1745 году, офицер Преображенского полка с 1703 года, в 1722 году прокурор ревизион коллегии, в 1723 году был назначен обер-прокурором Сената, правитель Малороссии в 1742 1745 годах. Конец примечания. Однако необходимо отметить следующий факт. В делах расследовавшихся в канцелярии Юсупова находим два приговора, под которыми подписи Юсупова, Украинцева и Бибикова, то есть офицеров, принадлежащих к постоянному составу канцелярии Юсупова, стоят в самом конце, после подписей Волкова, Дмитриева, Мамонова, Ушакова, Салтыкова, Пашкова, Голенищева, Кутузова, Бахметьева, Языкова, Иванова. В 1719 году состоялся такой же по форме приговор за подписью тоже целого ряда гвардии, штаб и обер-офицеров, около 16 лиц, и между ними были Ушаков, Дмитриев, Мамонов, Салтыков, князь Голицын, и опять в самом конце подписался Юсупов. Таким образом, кроме постоянной коллегии, состоявшей во главе канцелярии и чинившей приговоры, в некоторых случаях, вероятно, более важных, для слушания дел призывались другие штаб и обер-офицеры, которые тоже находились у розыскных дел и имели свои розыскные канцелярии, как Салтыков, Ушаков, Дмитриев, Мамонов, Волков, или являлись постоянными ассессорами какой-либо другой из канцелярий, как Пашков, Языков, Иванов, Голенищев, Кутузов и прочие. В ноябре 1718 года полковник Кошелев был послан Петром для нужнейших дел, и на время его отсутствия Петр указал дела его розыскной канцелярии ведать и следовать лейб-гвардии Преображенского полку господину майору Юсупову. Но участие Юсупова в делах этой канцелярии замечается слабо. В 1719 году, декабря, в пятый день, лейб-гвардии майор и его царского величества генерал-адъютант господин Румянцев объявил, что царское величество указал именным своим указом канцелярию, которая была под ведением генерала-майора и лейб-гвардии оборштвахтмейстера Михаила Афанасьевича Матюшкина ведать ныне господину бригадиру и лейб-гвардии оборштвахтмейстеру господину князю Юсупову. Примечание. Александр Иванович Румянцев 1680-1749 годы дипломат и военачальник адъютант Петра Первого граф генерал-аншеф астраханский и казанский губернатор в 1735-1736 годах правитель Малороссии в 1738-1740 годах. Конец примечания. Но, видимо, это заведование продолжалось недолго, ибо уже в сентябре 1720 года идут указы за подписью Матюшкина, хотя имеется и несколько решений за подписью Юсупова, и несколько реестров по делам, представленным им царю. 5 февраля 1720 года в тайную канцелярию было прислано донесение из канцелярии ведения бригадира и лейбгвардии майора господина князя Юсупова, в котором говорится, что дела, которые следовал в Киеве капитан Головкин об излишних сборах и о притеснениях жителей именным его царского величества указом, принято в канцелярию нашего ведения. В ноябре 1720 года Макаров письмом требует сведения от князя Юсупова по канцелярии ведения вашего, а в 1722 году был указ с распоряжением о деньгах, имевшихся по канцелярии Юсупова. Упоминание о канцелярии князя Юсупова встречаем еще в 1723 году. Количеством диаков и подьячих канцелярия Юсупова немного отличалась от других розыскных канцелярий. В 1718 году количество приказных людей в ней бывших колебалось в пределах 13-16 подьячих всех трех статей. Письмом Сенату от 12 декабря 1717 года князь П.М. Голицын объявляет, что царским указом от 9 декабря того же года за собственноручным подписанием Петра повелено нам о делах, о которых при онном указе объявлено следовать и разыскивать, ввиду чего Голицын требует от Сената определить подьячих для этих дел и их прислать к нам в канцелярию. Существовала ли канцелярия Голицына ранее, этого мы, к сожалению, установить не можем. В реестре врученных ему в то время дел помечены следующие пять лиц о взятках и превышении власти, которых должен был следовать Голицын. 1. Московский губернатор Нарышкин, 2. Вице-губернатор князь Путятин, 3. Александр Кикин, 4. Светлейший князь, 5. Яков и Василий Корсаковы. Примечания Кирилл Алексеевич Нарышкин около 1670-1723 года, комнатный стольник Петра Первого в 1686 году, первый комендант Санкт-Петербурга 1710-1716 годы, московский губернатор 1716-1719 годы, в 1718 году участвовал в суде над царевичем Алексеем Петровичем и подписал смертный приговор. Дело против Нарышкина возникло в результате его трения с Сенатом, которые в итоге привели к его отставке. Степан Иванович Путятин умер в 1717 году, воевода Томский 1693 год, вице-губернатор Нижегородский 1714-1716 годы, Александр Васильевич Кикин 1670-1717 1818 годы, бомбардир потешного полка 1693 год, денщик Петра Первого во время Азовского похода 1695 год, имел большое влияние на царевича Алексея, помог ему бежать за границу. В феврале 1718 года был арестован и колесован 17 марта по приговору суда. Яков Никитч Римский Корсаков, комендант в Копорье, ландрихтер Венгерман Ланди, вице-губернатор в Санкт-Петербурге, приближенной ады Меншикова. За казнократство в 1715 году был публично бит кнутом и сослан вместе с братом Василием, бывшим комендантом в Белозерске. Расследование дела о его злоупотреблении продолжалось до 1720 года. Конец примечаний. Почти все дело Корсаковых, начатое по донесению фискала Поповцева, дошло до нас. Тянулось оно до 1721 года, когда следование по нему канцелярии Голицына обрывается. Из сохранившихся материалов видно, что обвиняемые и свидетели по делу допрашивались и давали объяснения обычно в присутствии ассессоров-офицеров канцелярии, которые во главе с Голицыным по указу Великого Государя приказывали о дальнейших шагах следствия или, слушав всей выписки, приговаривали. Каждое из таких определений канцелярии подписывалось Голицыным и ассессорами. В апреле 1718 года канцелярия Голицына принимает некоторое участие в следствии по делу царевича Алексея и его сообщников. Мы имеем определение тайной канцелярии с упоминанием поручика Козлова, который назван ассессором Голицынской канцелярии. В 1719 году 15 марта Петр велел передать все дела, ведавшиеся в разыскной канцелярии, которые под ведением Кошелева, Петру Михайловичу Голицыну. Об этом Кошелев особым письмом извещает Голицына. По реестру передачи видно, что к Голицыну попали дела по взяткам, кражам казенного имущества 1715 года. Но уже 4 мая того же года Голицын все эти дела передает Матюшкину при следующем письме «Государь мой Михаил Афанасьевич, прошедшего марта 24 дня сего 1719 года полковник господин Кошелев письменно мне предложил, что того же марта 15 дня Царское Величество именным своим государевым указом указал разыскные дела, которые в его ведомстве были для исследования, отдать в канцелярию ведомства нашего, при котором письме тем делам и реестр прислан, а прошедшего апреля 10 дня Его же Величество, слушав упомянутого реестра, указал по именному своему государеву указу тем делам ведения быть у вас, и о чем и вы его Величество именной указ имеете, и того ради для известия вам оным делам подлинный упомянутый присланный реестр и письмо полковника Кошелева при всем к вам посылаю, слуга ваш князь П. Голицын. Можно заключить, что канцелярия князя Голицына ведала, во-первых, и преимущественно дела интересные, то есть по третьему пункту, и лишь во-вторых, дела по первым двум пунктам дела сообщников царевича Алексея, указа от 1715 года, во главе учреждения стоял, видимо, сам князь Голицын, с ним переписывается Макаров по делам канцелярии. Кроме Голицына в канцелярии были присутствующие гвардии обер-офицеры. У Голицына также были товарищи, офицеры гвардии, которые присутствовали с ним в канцелярии, были асессорами, участвовали в решении дел и иногда даже именовали Голицынскую канцелярию канцелярией своего ведения. Однако личным докладчиком царя был почти исключительно сам Голицын. Он же вел переписку с Петром по делам канцелярии. Сведения о составе приказных людей канцелярии удалось найти мало. В 1718 году в канцелярии числилось три старых подьячих, четыре средней статьи и пять молодых подьячих, то есть всего 12 подьячих. Сведения о канцелярии ведения Михаила Волкова скудны. Можно предположить, что она образовалась тоже в декабре 1717 года. В сентябре 1720 года на имя Макарова Волков пишет «Государь мой Алексей Васильевич, в канцелярии ведения моего обвинен Елизар Петров в 5800 рублях, а Сонова взято малое число и держан в канцелярии моей за те деньги жестоко, а взять с него нечего». Далее он просит Макарова написать в камер коллегию о приеме арестованного заграничного вина у этого Елизара Петрова, поскольку письмам его сохранился большой лист с заголовком «В канцелярии ведения бригадира и лейб гвардии майора и господина Волкова приказных людей, которые взяты из разных канцелярий и из губерний » – далее идет именной их список. Этот список тоже следует отнести к 1720 году. В это время в канцелярии Волкова было по крайней мере 13 приказных людей. Канцелярия занималась, видимо, какой-то деятельностью по соблюдению казенных интересов, то есть розысками против третьего пункта. К сожалению, более подробных известий о ней найти не удалось. Канцелярия майора Семь Салтыкова начала свое существование вероятно в 1717 году, в этом году в канцелярии уже числилось 18 подьячих. Тогда же Салтыковым расследовалось дело по донесению Дьяко Чашникова на вице-губернатора Колычева, что во всей Азовской губернии у плательщиков данные и модписи избирает и о других интересных делах. Примечание. Степан Андреевич Колычев около 1660-1735 годы, капитан Семеновского полка 1702 год, вице-губернатор Воронежский и Азовский в 1708-1717 годах. Дело, начатое против него, не имело последствий. В 1722 году Колычев был назначен главой геральдмейстерской конторы, затем президентом юстицколлегии. При Екатерине Первой был генерал рикетмейстером при Сенате. Конец примечания. Дело это Салтыкову было передано из канцелярии Сената по сенатскому приговору. В оставшихся от этого следствия бумагах очень мало видно следов действий самой канцелярии. Всякие ее решения и приговоры видимо носили коллегиальный характер и обличались в следующую форму. 1717 сентября в 12 день по указу великого государя-царя и великого князя Петра Алексеевича лейб-гвардии майор Салтыкова Салтыкова слушав вышеписанного доношения приказали учинить Панин и Голинищев Кутузов были очевидно асессорами канцелярии. В 1720 году по указу Петра канцелярия Салтыкова припровождает в ревизион коллегию все свои дела вершенные и невершенные касающиеся государственного интереса. Из реестра видно, что в это время таких дел находилось у Салтыкова в канцелярии более десяти донесения Нестерова на графа Апраксина дела вице-губернатора Колочева дела по донесению Ландрихтера Григорьева и прочее. Примечания Федор Матвеевич Апраксин 1661-1728 годы один из создателей русского военного флота с подвижник Петра I граф 1708 год генерал-адмирал 1708 год первый президент адмиралтейств Коллегии командовал русским флотом в Северной войне и персидском походе 1722 год находился под следствием за злоупотребление в морском ведомстве Конец примечания Канцелярия Салтыкова упоминается в 1724 году в черновой промемории из канцелярии тайных разыскных дел в конце промемории написано по его императорскому величеству указу и по определению канцелярии тайных разыскных дел о господине генерале адмирале графе Апраксине о Степане Колочеве что он и брали некоторые из пожитков бывших полковника перекрестова вещи и на докладной выписке его величество изволил подписать так выслушать в сенате и приговор учения прислать для конфирмации к его величеству речь идет о расхищении конфискованных имений полковника перекрестова в чем принимал участие Апраксин по-видимому не был тут безгрешен и светлейший князь Меншиков по этому делу позже тайные канцелярии пишут донесения в сенат спрашивая указанного решения ибо дело было уже исследовано в канцелярии генерала-майора Салтыкова и сделана резолюция царя во главе канцелярии стоял Салтыков но не один а как и в других канцеляриях с прочими офицерами недостаток сведений к сожалению заставляет ограничиться только этими штрихами в обрисовке канцелярии Салтыкова таковы сведения которые удалось получить о деятельности канцелярии офицеров имена которых были упомянуты в указах сената в декабре 1717 года есть основания полагать что во-первых в этих указах Петр хотя бы частными случаями однако определенно констатирует рождение нового учреждения ряда однородных канцелярий устроенных для розыскных дел и находящихся под ведениями различных близких ему людей гвардии офицеров а во-вторых всякая иная того времени канцелярия ведения от гвардии офицеров не упомянутых в указах 1717 года и притом занятые розыскными делами заставляет подозревать в себе учреждения подобное вышеописано изучение таких неупомянутых в указах 1717 года канцелярий дает возможность точно выяснить насколько верно это предположение к такому изучению мы обратимся второе 25 июля 1713 года петр дает следующий указ майору князю волконскому ехать ему к городу архангельскому и приехав туда против данного ему экстракта разыскать и будет дойдет кто до пытки и пытать и как разыскан будет тогда то разыскное дело и тех которые виноваты будут взять с собой привезти к нам в Санкт-Петербург волконский едет в архангельск и ведет порученный ему розыск по интересному делу курбатова с соловьевым в этом деле имеем такую запись 1715 года февраля на вологде в канцелярии розыскных дел от гвардии перед майором князем Михаилом Ивановичем волконским под ячий и в борисов сказал и далее в деле постоянно на выражение канцелярия розыскных дел ясно что Петр вручил волконскому важное розыскное дело и выполняя это поручение волконский образовал вокруг себя целую розыскную канцелярию весь этот розыск велся при непосредственном участии царя волконский в ряде больших писем доносил в мелочах о ходе следствия и на все получал ответы и подробные указания Петра часто в своеручных его письмах но уже в конце 1715 года Петр узнает о преступлениях волконского по этому розыску и в январе 1716 года розыск передается полковнику кошелеву таким образом канцелярия волконского только начала свою деятельность только образовалась так прекратила свое существование 9 мая 1714 года был дан Петром указ майору от лейбвардии господину Ушакову разыскивать пачелобитные которые подал нам артиллерии фурьер Семен Кузнецов и для того розыску взять отсель с собой тех на которых тот из вед был и ежели еще в том деле явятся письма и тех братья разыскивать ежели явятся дела симподобные разыскивать же другой документ в прошлом 1715 году по именному царскому величеству указу велено по ратушским делам который имена в Санкт-Петербург по донесению фискала Михаила Андреева следовать в Москве от лейбвардии майора Ушакову а в деле об этом ратушском розыске находим следующую заметку а к управлению он их дел взять часть приказных людей из ближней канцелярии о чем на доношении упомянутого фискала подписано собственное его царское величество рукою так видимо начала составляться канцелярия при Ушакове к 1715 году она уже существовала в нее был взят тогда один человек в 1718 году указом от 19 января повелено о третьем пункте о похищении казны пока его царское величество будет в Москве подавали майора от гвардии Ушакову и когда бывшие подьячьи доносители Тимофей да Иван Поповы его царскому величеству в Преображенском во время божественной литургии подали донесение в котором написали о похищении в Нижегородской губернии денежной казны и об утаенных от переписчиков в крестьянских дворах и о другом тому же подобном то их били кнутом и отослали в Преображенский приказ за то что подали донос не Ушакову как по указу следовало а самому Петру до нас дошла тетрадка из нескольких листов пищи бумаги в заголовке который стоит следующее в канцелярии ведомства генерала майора и лейб гвардии майора Андрея Ивановича Ушакова выписано и далее идут в кратком изложении указы этой канцелярии полученные здесь много указов по рекрутским делам затем идут дела по корабельному строению доставка леса и рабочих надзор и прочее которые тоже входили в компетенцию канцелярии Ушакова вот образчик такого указа от 15 июня 1720 года на поданные его господина генерала майора донесения по которому требовано для достройки кораблей Солонинского уезду и из других городов плотников 300 человек велено требовать указы из комор коллегии кроме того тут же встречаются например такие указы как от 13 сентября 1718 года о бытии из царедворца в стольнику Ивану Дурному по прежнему в канцелярии ведомства его господина генерала майора удел и о высылке в Санкт-Петербург для осмотра царедворцев таким образом и розыски по интересным делам и корабельные строения и рекрутские наборы и кое-что из дворцовых дел все это попадало в канцелярию ведения Ушакова в 1724 в 1724 Макаров о том Говоря о деле по канцелярии моего ведения, как он пишет, спрашивает указа царя по поводу крестьян, доносящих на своих господ в укрывательстве рекрутов, изволь о сём доложить его царскому величеству, что мне с ними чинить. А в ноябрьском письме 1717 года Макаров пишет Ушакову, письма ваше моего государя исправно я получил и по он им, о чём принадлежало его царскому величеству доносил. Итак, можно предположить, что с 1714-1715 годов у Андрея Ивановича Ушакова образовалась канцелярия его ведения, причём первоначально она занята была в основном особенно разыскными делами. Но усложнение деятельности Ушакова повело за собой усложнение и в силу этого раздробления одной канцелярии на несколько. В именном указе Петра 13 марта 1716 года на имя полковника Кошелева написано. Понеже во отбытии нашем канцелярия, которое ведение подполковника нашего князя Долгорукого в Санкт-Петербурге никому ведать не приказано, того ради онную канцелярию в небытие его ведай ты, и по которым делам, так уж и по данным пунктам, дьяку Воронову надлежит следовать, чтобы он то исполнял без опасения, так уж и его дьяка Воронова в обиду никому не давать. Значит, в 1716 году в ведении князя Долгорукого находилась уже канцелярия, поручаемая по его отъезде попечению полковника Кошелева. Около этого же времени мы находим упоминание указа, посланного сержантом от канцелярии ведения генерала-кавалера и от гвардии подполковника его сиятельства князя Василия Владимировича Долгорукого. В делах кабинета Петра остался такой черновик или копия в канцелярии господина генерала-князя Долгорукого, до светлейшего князя касаются о вотчинах светлейшего князя, которые даны ему в Ингрии и потом розданы разночинцам, и которые ему даны взамен он их, и что с них каких денежных доходов в год сходилось, о ревельских деньгах, что и сдержанном на покупку хлеба, и о посылке этих денег светлейшему князю. Далее перечисляются дела по тяжбам светлейшего князя с частными лицами, по его заводам и по поводу беглых людей. Потом идут дела по челобитьям об укрывательстве беглых, о взятках, о грабежах казенного имущества, то есть против третьего пункта. Далее дело об отдаче Туленину Никите Демидову без оброка сибирских железных заводов и о поставке в казну железа дорогою ценою, и о продаже беспошлина, и о свидетельствовании всех железных заводов. Далее о позволении торгу всяких чинов людям, кроме купечества, которые торгуют, десятой части денег по пропорции с торгов не платят, отчего купечеству обида и он и сбор в потерянии. Потом дела о подрядах провианта по фискальским донесениям, о раздаче пить из каменного моста безденежно Алексеем Курбатовым. Примечание. Никита Демидов, Никита Демидович Антуфьев, 1656-1725 годы, промышленник, основатель династии Демидовых, поставщик оружия для войска во время Северной войны. С 1718 года единственный поставщик железа, якорей и пушек для русского флота. Конец примечания. Таково разнообразие дел, ведавшихся канцелярией Долгорукова. Здесь можно наметить две группы. Во-первых, дела интересные, имеющие отношение к третьему пункту. И, во-вторых, дела, видимо, случайные. Например, о Никите Демидове по челобитным жалобам купечества о десятой деньге. Но есть одно указание, что дела по первым двум пунктам не были чуждой канцелярии Долгорукова. В делах тайной канцелярии есть дело о капитане Гзензиане, обвинявшемся в поношении государя непристойными словами, о чем донесли его сослуживцы по полку. За это указом Петра его поверено сослать в Сибирь, а указ этот приписал Долгорукой. Дело было в 1715 году. Макаров в 1718 году пишет Долгорукому «Письма вашего сиятельства все исправно я получил. Что же изволили писать об оставшихся делах в вашей канцелярии, о том я его царскому величеству доносил, на что изволил сказать, что о тех делах решение будет тогда, когда его величество изволит возвратиться в Санкт-Петербург». Значит, Петр сам непосредственно входил в дела канцелярии. К сожалению, следов об ассессорах или товарищах Долгорукова не нашлось. В заключении можно прибавить, что уже в марте 1719 года канцелярии Долгорукова не существовало. В числе подъячих тайной канцелярии был некто Русинов, взятый от дел канцелярии князя Василия Долгорукова, которая раскасована. Этим исчерпывается наше сведение об этой канцелярии. В делах тайной канцелярии сохранились упоминания о канцелярии ведомства господина Плещеева, шли сношения с нею по поводу пожитков бывшего ростовского епископа Растриги. Кроме того, в реестре бумаг по делу царевича Алексея записано письмо от господина Плещеева, что за взятые лопухина пожитки и вырученных денег от целовальников в канцелярию его ничего не отдано. В 1718 году в тайную канцелярию поступает дело по донесению Плещеева из канцелярии ведомства моего, то есть, собственно, Плещеева. Это дело о взятках майора Фуникова при приеме подрядов по обмундированию. Так как часть замешанных в это дело лиц сидела под караулом в тайной канцелярии, то Плещеев счел нужным передать туда все дело у него имеющееся. В письме на имя дьяка тайной канцелярии Тимофея Полехина некто Петр, подпись неразобрана, пишет «Из канцелярии ведомства полковника и от лейб-гвардии капитана-поручика господина Плещеева послан был в описной дом, который описан по разыкным тайным делам окольничьего Собакина дьяк Федор Сорокин. Найденные там циферные письма были отправлены при этом письме Полехину. Это было в июне 1719 года. Таким образом, видно, что в канцелярии Плещеева состоял дьяк. В 1720 году, в марте месяце, Макаров письмом к Плещееву передает мелкое распоряжение Петра по интересному делу, бывшему в канцелярии ведения Плещеева, в канцелярии вашей, как выражается Макаров. В 1722 году Плещеев просит прислать ему содержащегося в тайной канцелярии колодника Чубарова, по обретающемуся в канцелярии ведомства моего раскольному делу. В этом же деле находим следующий указ Сената, указ Его Величества Императора и Самодержца Всероссийского из Сената в канцелярию тайных разыскных дел. Июля 10-го дня нынешнего 1722 года в поданном в Сенат доношении Геральдмейстера Плещеева написано «По Его Императорскому Величеству указу ведал он раскольнические дела, а сего 1722 года, мая 10-го дня, по именному Императорскому Величеству указу определенным Геральдмейстерским делам». А о приеме у него раскольнических дел из Сената в Святой Православный Сенат ведение посланы. И по тем делам колодников и поднесть у него не принято. И между теми делами касается важное дело достольника Ивана Савельева, сына Чубарова, который содержится в Санкт-Петербурге в тайной канцелярии, о котором его Чубарове деле известен Его Императорское Величество. И указал им Чубаровым разыскивать, и что Бонова Чубарова дело повелено было принять в Сенат или отослать в тайную канцелярию. Все вышеизложенные данные о канцелярии ведомства Плещеева позволяют нам установить факт ее существования в период с 1718 до 1722 года, когда она была ликвидирована с назначением Плещеева Геральдмейстера. О способах работы и устройстве этой канцелярии мы можем только заключить, что в ней был по крайней мере диак. Предметом ведения канцелярии, очевидно, были розыскные дела, из них главные дела Раскольничьи, попадались и дела по первым двум пунктам дела Чубарова, были и дела по третьему пункту дела Фуникова. Михаил Афанасьевич Матюшкин в 1697 году в числе других был отправлен за границу для изучения воинского дела. Возвратившись, был в Преображенском полку, где в 1706 году числился уже капитаном. В конце царствования Петра он был уже генерал-лейтенантом, причем в первых и десятых годах XVIII столетия посылался Петром с поручениями по набору рекрутов и по другим воинским делам. Например, в марте 1715 года ему приказано было произвести осмотр протазанов в вооруженной палате на Москве в целях выяснения их годности. В Сенатском архиве хранится под номером 27 книга с именными высочайшими указами, озаглавленная так. «Принятые из бывшей канцелярии ведения генерала-лейтенанта Матюшкина именные, блаженные и вечно достойные памяти государя-императора Петра I указы». В середине этой книги помещен указ «Канцелярию розыскных дел, которая была под ведением полковника лейб-гвардии капитана господина Кошелева и лейб-гвардии обер-офицеров ведать генерал-майору и лейб-гвардии майору Михаила Афанасьевича Матюшкину, общей с теми же гвардии обер-офицеры». Таким образом, в 1719 году Матюшкин становится во главе канцелярии, которая до этого времени была в ведении Кошелева. Причем ассессоры остаются прежние. При этом канцелярия изменила стиль работы. Прикошелеве царю подавался голый следственный материал, просто выписки по следствию. Теперь же, очевидно, выносилось коллегиальное решение, приговор, синтенса. И уже этот приговор, результат коллегиального обсуждения, представлялся на утверждение императору. В силу этого постепенно обычной в канцелярии Матюшкина становится такая форма. 1720 октября в пятый день по указу Великого Государя генерал-майор и лейб-гвардии майор Михаил Афанасьевич Матюшкин с присутствующими лейб-гвардии обер-офицеры, слушав вышеписанную ведомость или выписку, или донесение, приговорили. Это изменение окончательно утвердилось, когда прежние обер-офицеры Языков и Иванов были отстранены от дел под доношением обер-фискала Нестерова указал Его Величество вместе их быть в присутствии у тех дел капитану Александру Бредихину, капитану-лейтенанту-князю Алексею Шаховскому, ундер-лейтенанту Алексею Захарину. Примечание. Александр Федорович Бредихин, Стольник, 1686 год, офицер Преображенского полка, 1705 год, Новгородский, 1739 год и Смоленский, 1743 годы, губернатор. Конец примечания. Надо полагать, что по приговорам докладывалось Петру, и, вероятно, до этого приговор в исполнение не приводился. Это видно из того, что на некоторых мемориях, посланных из канцелярии Матюшкина, писана резолюция собственной рукой царя. Впрочем, иногда Петр, прослушав доклад о деле, предоставлял его оканчивать самой канцелярии. В представленном ему реестре против некоторых следованием оконченных дел имеется помета царя «вершить». Приговоры часто делались и присутствующими обер-офицерами. Причем иногда ассессоры Иванов и Языков писали письма по делам канцелярии за свою и только подписью, употребляя выражение канцелярии ведения нашего. Тут как будто мелькает указание на существование принципа коллегиальности в управлении канцелярии, хотя и не полно проведенного. Однако, эта коллегиальность проявлялась несколько своеобразно. Дела иногда могли решаться и единолично Матюшкиным. Макаров в письме от 20 августа 1720 года пишет Матюшкину по поводу одной челобитной. «Ту его челобитную посылаю к вашему превосходительству, по которой извольте учинить решение. А ежели одни вы по тому делу решение учинить не можете, то извольте решение о том учинить общее с другими господами штабными офицерами». С другой стороны, из писем Макарова видно, что коллегиальность могла расшириться произвольно и неопределенно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok